Я не помню, рассказывал я вам я или нет. Есть такая история, исследование, кому интересно, потом загуглите, почитайте. Называется «Фрамингемское исследование». Это был такой город, Фрамингем, в котором на протяжении более 50 лет проводилось исследование заболеваний сердца и влияния питания на сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни. И там установили прямую корреляцию количества потребляемых животных продуктов и жиров на атеросклероз и на продолжительность жизни, все, что связано с сердечно-сосудистой системой. И открыли очень интересные факты, что у животных в дикой природе сердечно-сосудистая система никаким образом не стареет, она не изменяется, как у человека, который находится в современном социуме, то есть употребляет продукты из супермаркета, употребляет высокожировые продукты. И как только, например, мы возьмем какое-то животное, одомашниваем его, например, там собачки, кошечки, у них появляются все те же самые проблемы, но дикие животные, аналоги этих животных, да, там, кошачьи, они не имеют этой проблемы, потому что они не питаются такой едой. То есть это говорит о том, что еда непосредственно влияет на нашу сердечно-сосудистую систему, закупоривая ее. Почему? Потому что очень в животных продуктах много холестерина, холестерин откладывается на стенках сосудов, он плохо транспортируется. Еще есть такие анализы, да, там, холестерин высокой плотности, холестерин низкой плотности. Один транспортируется, другой не транспортируется. Ну, в общем, да, когда у человека высокий холестерин, вот что делать? Человеку назначают там какие-то статины, препараты понижающие, просто перестань есть продукты животного происхождения, у тебя холестерин начнет опускаться, ты перестанешь его поставлять извне. Все, на этом проблема решается. Но человек же говорит, ну я же там, ну как, я не могу, ну ты жить хочешь? И вот интересно, что в этом фрамингемском исследовании в него попадали люди разного возраста, там, от 40 до 65, у которых происходил инфаркт. И дальше те, кто переходил и снижал количество животных продуктов и снижал критически, они потом просто спокойно продолжали жить, и у них больше никаких проблем с сердцем там не было. А те люди, которые оставались на том же питании и выбирали, что нет, они ничего в питании менять не будут, будут употреблять продукты, у них продолжительность жизни составляла там 3, 5, 7 лет в зависимости от их возраста. Продолжение следует...